Приветствую тебя зритель, меня зовут Деквина, это 35 часть дневника игрока WoW, в котором речь пойдет о патче 5.4 и в невременном острове. Патч 5.4. Осада Аргримара. Дата релиза 10 сентября 2013 года. Если бы я выстраивал рейтинг лучших контент патчей в дополнениях, то 5.4 был бы на одном из первых мест, если бы не на первом. С ним Blizzard внесли несколько фундаментальных изменений в игру, экспериментировали с разными форматами контента и при этом еще и хотрились запилить рейд с 14 боссами. Смотришь на то, как работала Blizzard тогда и становится немного грустно от того, как она работает сейчас. Ресурсы собраны, атака подготовлена. Момент истины наступил, когда Гороша решила прокинуть черное сердце древнего бога в священные источники Пандарии. Глава Шадо Пана пытался напомнить Горошу о судьбе отца, а потом попробовал дать пороже, но ничего не помогло. Потоки темной энергии разрушили очарование Дола, но всегда свернив его. Пришло время дать Горошу по зубам, всем вместе, и Орде, и Альянсу. В 2013-м разработчики не сбавляли темпа и выполнили свое обещание делать обновления чаще и толще. По насыщенности патч 5.4 мало уступал патчу 5.2, а в чем-то даже и превосходил, потому как вносил серьезные структурные изменения в игру. Начнем с того, что появилась экспериментальная локация, вне временной остров. Квестов там было мало, зато было много рарников, спавнившихся довольно часто. Кроме того, по острову были разбросаны всякие сундучки из мобов и сундучков, падали малые амулеты удачи, а также заготовки под эпики 496 уровня. Посредине острова стояла арена, на которой 4 небожителя проверяли игроков на прочность. Разработчики заявляли о том, что они хотели бы сделать локацию, в которой игроки не чувствовали бы себя ограниченными выполнением десятков дейликов. Такая себе зона свободы. Да, действительно, для Вова вневременной остров был экспериментом, но насчет свободы действий в Близзе явно погорячились. Квесты были, убийства рарников тут же были поставлены на поток, а за малыми амулетами теперь приходили сюда, а не делали надоевшие дейлики. Но, по сути, была сделана фарм-зона для одевания альтов, новых игроков, а также вернувшихся ветеранов. И после того, как персонаж получал все плюшки, все 496 предметы, об этом острове можно было бы и забыть. Следующие два новшества оказались изменениями в рейдовой системе. Вводился новый формат – гибкий рейд. Если раньше количество людей в группе было либо 10, либо 25 человек, то теперь их число могло колебаться в этих пределах. Пожалуй, это было самым полезным структурным изменением за все дополнение. Во-первых, она давала возможность небольшим гильдиям брать в рейд всех желающих. Во-вторых, сложность такого рейда была выше, нежели в LFR, но при этом ниже, чем в нормале. Это несколько снижало планку и давало возможность играть тем, кто немного не дотягивал по классу в нормале, но при этом не хотел играть с LFR-пугами. Напоминаю, тогдашний нормал – это нынешний герой. Вторым по значимости структурным изменением стали Connected Realms – объединенные сервера. Это было продолжением идеологии, начато еще в патче 3.3, когда впервые игроки с разных серверов могли играть вместе в инстанциях на 5 человек. Потом было LFR, кросс-рилмовые зоны в открытом мире и Battletag. Правда, со слиянием серверов дело пошло туго. Их объединяли довольно долго, ну и этот процесс растянулся на несколько лет. Еще одним интересным новшеством оказалась арена испытаний. Это был соло-сценарий – своеобразная тренировочная площадка, на которой игроки могли проверить свои навыки в нанесении урона, лечении и танковании. Те, кто раньше выполнял какую-то одну роль, могли потренироваться в другой. Потребность в таком тренажере давно назрела, поскольку лучше было потренироваться на окошках, как говорится, нежели делать это в инстанциях и тем более рейдах. Правда, особой популярности этот контент все равно не нашел. Легендарная цепочка Гневиона получила свое завершение. В награду игроки получили легендарный плащ. Награда не то чтобы сомнительная, но плащ стал самым массовым легендарным предметом ВОВ. Для его получения даже не требовалось проходить нормальный режим рейда, а можно было ограничиться офером. Наконец, гвоздь программы – финальный рейд Эдона – Асадар Гримар. Рейд получился неоднозначным. С одной стороны, 14 боссов – дело нешутейное. Немного рейдов ВОВ могут похвастаться таким количеством энкаунтеров, многие из которых имеют интересные механики. С другой стороны, было видно, что Близзы лепили ООО из того, что было. Декорациями для первого и второго кварталов послужили Вечно Цветущий Дол и Эргримар. С новыми модельками боссов тоже никто особо не мучился. Третий момент больше касался игроков Орды. Патч не внес никаких изменений в саму столицу. Ну, то есть, горош стоял на месте, аукцион работал, вендоры и тренеры продавали свои услуги. А после того, как вы получали инвайт в рейд, то попадали в версию столицы, которая находится в Асаде. Короче говоря, когнитивный диссонанс. Почему так произошло, думаю, очевидно. Как и в Катаклизме, Близзы пошли по пути наименьшего сопротивления, используя уже существующие декорации и модели. Кстати, по слухам от инсайдеров, первый квартал – это часть совсем другого рейда, который Близзы решили не завершать, а включили в Асаду. Именно поэтому мы начинали атаку на Агримар, сделав большой крюк через Вечно Цветущий Дол. Как уже было сказано, патч получился насыщенным и интересным. Но после него разработчики не то что сбавили темп, а просто перестали делать что-то новое. За год они не выпустили ни одного крупного контент-патча. Асада стала рейдом, который установил рекорд по долгожительству на тот момент – 14 месяцев. Это было на два месяца дольше, чем простояла цитадель ледяной короны. Впрочем, тогда мы об этом еще не знали. Мир, который иногда меняется Мир World of Warcraft статичен. То есть в нем происходят какие-то события, что-то двигается, кто-то умирает и кто-то оживает, шумит и кричит, но эти декорации нельзя поломать или как-то изменить по своему усмотрению. Да, иногда разработчики чего-то меняют, убирают или добавляют, перекрашивают, модернизируют, но некоторые локации в игре сохраняются неизменными на протяжении многих лет. Острова в Награнде парят над землеными полями, по оскверненному лесу все так же бродят в фурболге, а в деревушке Золотоземья по-прежнему выясняют отношения Забияки. Попытки решить эту проблему принимались со времен The Wrath of the Lich King, второго дополнения к игре. Позирование локаций, изменение их после выполнения игроком определенных условий позиционировалось как одна из революционных фич того дополнения. Реализовано оно было, но к каким проблемам это привело знают все. Игроки, которые находились в разных временных фазах мира, не могли видеть друг друга и контент оказывался блокированным для тех же новичков. Так, например, гора Хеджал для Восьмидесятника, только пришедшего туда, выглядела как выжженная пустыня, а вход на огненную передовую отсутствовал. Короче говоря, эта технология не была доработана даже еще в третьем дополнении. Второй попыткой что-то поменять в статичной вселенной стала концепция катаклизма. Тогда Близзы решились на кардинальные эксперименты и переделывали большую часть Старого Мира. Некоторые локации были изменены довольно сильно, например, та же Ашара. Некогда пустынная область на северо-востоке Калимдора была загажена гоблинами и превратилась в весьма населенное место. На пустошах появились лесопосадки, а степи перерезал шрам ущелья, наполненного лавой. Что получилось из этого, мы все хорошо помним. Вечером мы покидали один мир, а утром увидели другого. Все произошло так стремительно, что динамики не получилось нам. Просто поменяли декорации и сделали это в полном противоречии с логикой. Ну как можно было за одну ночь так застроить Ашару? Как по мне, Близзы упустили очень неплохую возможность показать именно то, как разрушался мир. Можно было в течение нескольких месяцев рядом небольших контент-патчей показывать различные разрушения, которые производил Смертокрыл. Были и другие варианты. Например, для тех, кто активно играл в промежутки между патчами 3.1 и 3.2, помнят, что на месте Колизея тогда была стройка, и некоторые дейлики были связаны со снабжением этой стройки сырьем и материалом. Потом, после релиза, место приобрело тот вид, который мы знаем сейчас. Все логично и правильно, и как по мне, такой вариант наиболее приемлем для того технологического состояния, в котором была тогда игра. Именно такой вариант выбрали Близзы для Вечно Светущего Дола одним махом, сделав его вечно скорбящим. Локация действительно преобразовалась до неузнаваемости. Ход был интересный. Интересный в том плане, что первый раз Близзы меняли локацию, которая являлась центром жизни на Левел Капе. Я не считаю столицы, которые вроде бы поменялись после Катаклизма, за такие изменения. Шатрат и Даларан – это были места, в которых время остановилось. В 2008-м мой мейн, едва достигнув 58-го, пришел в Шатрат, и много раз, возвращаясь сюда, я не видел никаких изменений. А когда я бывал в Даларане, то вспоминал времена Ульдуара и ЦТД Ледяной Королы. Все те же механические часы над мастерского инженера, все так же народ уйдет монетки из фонтана, и все так же Ранин, которого убили в Тараморе, провозглашает освобождение мира от опасности и уничтожения. Вечно Цветущий Дол – одна из самых живописных локаций Пандарии, патча 5.4 была изуродована и осталась Вечно Цветущим Долом только на роликах в Ютубе и скриншотах. Зная, что Дол изменится навсегда, камконовцы устроили небольшой ивент в последний вечер перед патчем 5.4. Мы посетили Золотую Пагоду, попьянствовали с адептами Золотого Лотоса и слетали к колодцу, в который горош тем же вечером скинул в сердце Древнего Бога. В Невременной Остров На Вневременной Остров я попал поздно вечером. Говорили, что основная масса народа уже схлынула, но все равно было довольно людно. Я бы даже сказал, чересчур людно для такой совсем небольшой локации. Народ усиленно фармил мобов, искал сундучки, группы на квесты, стоял в очередь на мировых боссов. То и дело, мимо пробегали флагнутые ПВП-шеры, а кое-где земля была усеяна костями. В чате рассуждали о том, какие алики у шлепки. Короче говоря, движуха была серьезная, как и обычный бывает, первый вечер патча в свежей локации. С точки зрения ландшафта и видов, сама локация вряд ли была чем-то выдающимся. Тот же Остров Грома получился куда как более впечатляющим и атмосферным. Вневременной Остров производил впечатление у выпиленного из нефритового леса куска земли. Зеленые лужайки, леса, немного пустынных берегов и совсем немного гор. Примерно посередине Острова была расположена здоровая арена квадратной формы, по углам которой стояли хорошо знакомые нам небожители. Цыг, тигр, цапля, бык и нефритовый дракон. Время от времени один из небожителей отправлялся в центр площадки, что означало, что он готов к бою. С кем он будет бороться дальше, зависело от того, кто первым бросил у него камень. Если ваша фракция, то можно было присоединиться к битве. Сами энкаунтеры не представляли собой ничего интересного, но пристукнуть могли очень легко. Во время боя арена закрывалась неким прозрачными воротами, так что выйти оттуда можно было только после окончания боя, либо если вы погибли. Впрочем, спрыгнуть вниз и принять участие в схватке можно было в любой момент. С боссов падали эпики 522 уровня. Как всегда, первый вечер все бы выглядело забавно и свежо. Учитывая ажиотаж первых дней и кучу народа, веселье прибавилось. Я думаю, что на ПВП-страверах его было еще больше. Про дух исследования, о котором так много говорили Близзе, я забыл после пары кругов по этой довольно маленькой песочнице. Фарм и лотерея – вот два слова, которые, пожалуй, лучше всего описывали то, что происходило на острове. Достаточно было посмотреть на цены у вендоров, чтобы понять, к тем, кто озаботился бы приобретением каких-то вещей, фармить и искать сундучки потом пришлось долго. Новый маунт стоил 100 тысяч очков, а сумочка с эпиками 7,5. А смогов падало в лучшем случае несколько десятков. Собственно, это все, что я хотел рассказать в этом видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайки. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, потому что в следующем видео будет рассказано о том, как, кстати, К1 гильдии Комкон начал осаду Аргримара. И о том, как я купил приезжного типа.